Одесская мэрия творит чудеса. Целый поселок, больше 400 частных домов с населением 15 тысяч человек, исчез в районе дачи Ковалевского. Жил массив, существовавший 55 лет, чиновники стерли с карты города. Все, что вы сейчас видите, формально не существует. Если смотреть с точки зрения чиновников Одесской мэрии, нам всем это только кажется. 400 домов – просто мираж, обман зрения. И людей здесь тоже нет. Точнее, власть их не замечает. Верните нашу землю! Обустраивать берега дачи Ковалевского местные жители начали уже в далеком 1958 году. Четыре дачно-садовых кооператива «Маяк-1», «Два», «Три» и «Росинка» по решению горосполкома получили участки в бессрочное пользование. Многие перестроили дачные домики под постоянное жилье. Квартир в городе у них нет. Постепенно за свои деньги продолжили дороги, канализацию газ, линию электропередач, провели берегоукрепительные работы. Один только кооператив «Маяк-2» вложил в берегоукрепление более 6 миллионов гривен. Без этого прибрежная территория города потеряла бы не менее сотни метров. К тому же берег остается открытым и доступным для отдыхающих. Если сравнить, скажем, с неухоженной Черноморкой, где местное население тоже давно воюет с властями, жители дачи Ковалевского приложили немало усилий для благоустройства своего поселка. По экспертной оценке стоимость домов, коммуникаций и берегоукрепления в отдельно взятом кооперативе «Маяк-2» составляет около 800 миллионов гривен. Плюс еще три кооператива. И теперь 15 тысяч человек рискуют потерять все. Приватизацию участков чиновники затягивают. А в проекте генерального плана вместо поселка обозначена рекреационная зона, то есть просто голая земля. Нам кругом отвечали, что все в порядке, все в порядке. Последнее письмо, которое было непосредственно от архитектуры, было то, что все наши интересы учтены и что мы можем спокойно здесь проживать. Однако, как оказалось в действительности, мы исчезли с карты города. Генеральный план должна утвердить сессия городского совета 18 сентября. Потом изменить его нельзя будет в течение пяти лет. За это время поселок могут снести. Городская власть слепа и глуха. К мэру не достучаться. Требуем у властей города внести нас в генеральный план города Одессы и сделать это как положено. Мы одесситы, мы любим наш город, мы много сюда вложили своих денег, средств и мы вложили сюда свою жизнь. Мы все были за вас на прошлые выборы, которые прошли. Но сейчас вы делаете все, все делаете прямо как по заказу, чтобы мы каким-то образом пересматривали свои отношения к вам. Потому что только сложилось мнение, что думают только о своем личном благополучии. Нас вычеркнули из реестра, из информационного поля города. Нас за одни сутки или я не знаю за сколько вычеркнули из генерального плана города. Чего нам ждать завтра? В асфальт зароют. Я хочу обратиться к вам, Алексей Алексеевич. Вы меня знаете много лет, больше 20 лет. Убедительная большая просьба принять нас и выслушать нашу, даже не просьбу, даже не приказ, это требование. Это просто требование, потому что так нельзя. Потому что с людьми обращаются просто по-скотски. Мы звери, загнанные в клетку. В день сессии городского совета 18 сентября несколько тысяч жителей дачных кооперативов, их родственников и друзей готовы выйти на Думскую площадь. Если же мэрия все-таки пустит бульдозеры, последствия такого шага могут быть непредсказуемыми. Александр Рябиноградов, Евгений Войтонко, телекомпания ГРУ.